А знаете ли вы, что общего между современной молодежью и юношами и девушками 19 века? До некоторых пор гимназисты Нарвы тоже об этом не знали. Но у них появилась прекрасная возможность узнать об этом, поучаствовав в мероприятии, на котором царила атмосфера Серебряного века. Вот уже седьмой год подряд, 19 октября, в Пайл-школе проводится традиционный Пушкинский бал. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день был открыт Царско-сельский лицей, в котором некогда учился Александр Сергеевич Пушкин. Пышные платья, строгие фраки, перчатки, цилиндры и веера являются неотъемлемыми атрибутами Пушкинского балу. Бал был проведен в лучших традициях того времени. Вальс, мазурка, полонесса, минуэт, различные игры, творческие конкурсы и заранее подготовленные выступления от школы. Жюри присутствовало не случайно, ведь на протяжении всего мероприятия перед ними стояла нелегкая задача «Убрать короля и королеву балу». По окончании балу многие участники получили призы в различных номинациях. А как создавалась эта атмосфера? Поинтересуемся участников балу. Пойти на этот бал было твое собственное решение или тебя школа отправила? Да, уже второй год по собственной инициативе я участвую в этом мероприятии, таком как Пушкинский бал. Еще с прошлого года я мечтала пойти на Пушкинский бал, и в этом году наконец-то моя мечта свершилась, поэтому думаю, что моя инициатива. А костюмы где брала? А костюмы я брала в своем театральном, это не составило труда, так как вот мы в них выступаем, их же использовали для балла. Такое прекрасное платье я взяла именно в 10-й школе, в Пае-школе, но на самом деле с самого начала у меня были проблемы с платьями, потому что на меня вообще не было никаких платьев, и буквально в последний день мне нашли вот это вот замечательное платье. А на подготовку много времени ушло? На самом деле, учитывая то, сколько я провела времени перед зеркалом сегодня, то я думаю долго, плюс различные репетиции и примерки платья. Готовиться было несложно, поскольку это нам только в удовольствие. А сколько времени примерно потратили? Ну, у нас было, может быть, 6-7 репетиций, 6-7 часов. А танец какой тебе больше всего понравился? Танцевать. А мне понравились все танцы, вальс, конечно же, и галоп. Галоп самый такой активный, веселый. Вы король и королева балла. Как у себя ощущаете? Расскажите, пожалуйста. В общем, офигенно. Я не ожидал, реально не ожидал. Ну, ну, Валера, скажи. Да, ничего особенного, как бы, никакого особенного ощущения нет, но, правда, неожиданно, потому что мы первый раз участвуем на балу, пришли на бал. Потому что, ну, меня приглашали раньше уже, но я как-то отказывалась. Как у себя такое прекрасное платье? В нем 30 лет назад выходил кто-то замуж, и мне дали знакомый, да. Как ты считаешь, молодежь должна принимать участие в мероприятиях такого рода? Я считаю, что тем, кому это интересно, должны обязательно принимать участие в подобных мероприятиях. Ну, а те, кого это не интересует, должны сидеть дома. А почему ты участвуешь? Во-первых, я научился танцевать. Во-вторых, у меня была возможность уникальная потанцевать не только со своей дамой, а также со многими другими, и много с кем познакомиться. А какой танец больше всего тебе понравился? Конечно же, вальс. Как ты считаешь, в чем смысл этого мероприятия? На данный момент я считаю, что это мероприятие было сделано для того, чтобы показать молодым людям, в чем заключается суть Пушкинского балла, и также, чтобы дать им возможность, чтобы они поучаствовали в балу, чтобы у них было представление, как проходило данное мероприятие. К разочарованию многих, бал являлся заключительным в стенах паюшколы. В будущем году уже традиционный Пушкинский бал меняет свое место проведения и обязательно продолжит радовать новых гимназистов.